Первый сезон игр подошел к концу, и я взял интервью у победителя проекта. Вообще их планировалось два у обоих финалистов, но второй игрок не смог записать ответы на вопросы за неделю с чем-то, и больше тянуть с интервью я не могу. Итак, вопросы к первому месту. Номер 183. Победитель Игорь МТ. Как тебя зовут? Какой у тебя ник в игре? И сколько тебе лет в душе? Всем привет, меня зовут Марина, ник в игре Белуга 338, мне 32 годика, ну в душе лет 20. Как ты попала в игры МТ? Об играх я узнала с ютуба, с твоего канала, говорю мужу, что возможно буду участвовать, но он поржал надо мной. Что для тебя стало решающим фактором для подачи заявки на участие? Я же подала заявку на участие в последний или предпоследний день, ну просто потому что скучновато становится играть, просто так двигать камни, и вот решилась запрыгнуть в последний вагон. Чего ожидала от проекта еще до старта, ведь все происходящее было покрыто мраком? Ожидала я новых эмоций, ну просто было интересно за смешную цену в 100 рублей узнать, что же ты такого там интересного придумал. Болел ли за тебя твой альянс и какое у него название? Был ли кто-то, кто участвовал с тобой в играх? Вообще, когда появился ролик на ютубе о том, что будут игры проводиться, я скидывала эту информацию ребятам с альянса, но как-то никто не проявил заинтересованности, вот, а потом получается уже после первого или второго раунда я сказала мужу, ну и им соответственно. Какое задание для тебя показалось самым интересным и было ли такое? Самое интересное задание для меня это морды до кристалла собирать без подрыва поляны, ну потому что сложно. Что было в твоей голове за 10 минут до начала финала? Ну пиздец, сейчас начнется, вот что было в моей голове. Последние минуты ходила, как заведенная по квартире, руки вспотели, в горле пересохло, как будто бы не в какой-то простой игре участвую в карточной, да, а в чемпионате мира за миллион долларов. В третьем раунде ты была в одной команде с номером 53, какие ощущения у тебя после победы над ним и какая атмосфера была в вашей команде? Когда мы вышли в финал с номером 53, я очень сильно переживала, очковала мужу, говорю, я очкую, он мне естественно говорит, не очкой, все нормально будет, изодрот пазловский. Вообще как бы у меня нет ощущения, что я выиграла какого-то определенного человека, просто я выиграла, так сложилась игра в этот раз. Я ждала этого какого-то переломного момента, то, что он выложит несколько карт одинакового цвета, и когда этот самый момент настал, я прям надеялась, что он выдаст свою радужную карту, и так и сложилось. Чему я очень сильно рада, естественно. Вот, а по поводу командного задания, там была такая ситуация, то, что я была самым слабым звеном. То есть моя самая сильная карта была самой слабой среди всех остальных ребят. Ну, как бы, несмотря на это, атмосфера была максимально дружелюбная, и потом, когда я накосячила в парном задании, один из ребят написал мне об этом. Ну, на тот момент я уже видела, что есть косяк, но как бы все равно было приятно. Все игры ты постоянно находилась во второй половине игроков, завершивших задание. «Тише едешь, дальше будешь» – ты связываешь победу с этим. Так складывалось просто на самом деле. Я когда тороплюсь, я косячу. Например, когда было задание с однозвездными героями побить пять туданов, я с первой попытки выполнила его, но проблема в том, что я не показала отряды. И, соответственно, пришлось переделывать. Какие у тебя были ощущения после победы? Что чувствуешь сейчас, когда получила призовой фонд? Какая реакция была у знакомых или альянса, когда узнали о твоей победе? Ощущения охренительные. По-другому не знаю, как сказать. Зашла в комнату к мужу, говорю, дай пятюню. Я выиграла. Потом еще ходила, напевала, что я выиграла. Вот. Ну, естественно, все, кто знал, все поздравили. Очень приятно. Каким осталось твое впечатление от игр после полной победы? Есть ли у тебя знакомые, кто уже хочет испытать себя и свои силы? Впечатление самое положительное. Ребятам в альянсе я сказала, если будет второй сезон, то я обязательно буду в нем участвовать. Один вроде как заинтересовался, но я не уверена. Но вообще в планах есть погулять по альянсам. Возможно, там кто-то еще захочет присоединиться. Назови пять прилагательных, которыми ты можешь охарактеризовать игры. Интригующие. Захватывающие, охренительные, волнительные, жопораздирающие местами. И финальное слово победителя игр. Андрей, спасибо тебе огромное за игры. Желаю прям очень-очень сильно, желаю, чтобы второй сезон был. Ну и, ребят, хватит уже бездумно, бесцельно и бесперспективно двигать камни на поле. Хватит сидеть на жопе ровно. Давайте сыграем в игры МТ. А под этим видео каждый из участников может ответить на три вопроса. Первый. Как вам сама идея проекта, в котором все зависит от рук и скорости, и герои не влияют на проход следующий раунд? Второе. Какое задание показалось вам интереснее всего? Третье. Какие задания хотели бы видеть во втором сезоне? Не бойтесь писать, любое предложение я могу переделать под уникальное задание. Напиши это в комментариях, указав свой номер игрока, под которым ты участвовал. Группа в Телеграме, где проходили игры первого сезона, с этого момента полностью открытая. Любой может в нее вступить по ссылке в описании и посмотреть, как проходили все игры без исключения. В ней также сохранились все видео от каждого игрока. На этом я с вами прощаюсь, а как надолго решать вам лайками и комментариями в этом видео.